Случайный процесс лекции 1, часть 7. Пришло время поговорить об производящих функциях. Итак, пусть нам задана последовательность чисел ai от 0 до бесконечности, да? a 0, a 1, a 2 и так до бесконечности. В таком случае, производящие обозначение, производящие функции a, большое, для нашей последовательности ai, обозначаются следующим образом. a, большое от s. Это обозначение, знак, да? Производящие функции для данной последовательности. Есть не что иное, определение, как сумма ai, a идет от 0 до бесконечности, ai умножить на s в степени ai. Прежде всего, относитесь к этому определению формально. Это есть некий ряд, в котором что мы делаем? Смотрите, если это наша последовательность a 0, a 1, a 2 и так далее, то производящие функции для этой последовательности записываются следующим образом. Прежде всего, по определению она записывается так. a 0 умножить на s в степени 0, это 1, плюс a 1 умножить на s в степени 1, плюс a 2 умножить на s в степени 1, плюс a 2 умножить на s в степени 1 и так далее. Вот так вот задана производящая функция. Почему так сделана? В этом есть множество достаточно глубоких объяснений. Это определение, оно очень-очень полезное. Мы будем им пользоваться, будем пользоваться свойствами этого определения. Пока что примите его так. Итак, я повторю. Если нам задана последовательность a i, то ее производящая функция a S определяется следующим образом. Сумма i от 0 до бесконечности a i умножить на s в степени i. Понятно, что s несет никакого значения, как i это не несет. Вместо s вы можете написать здесь x, z и даже нарисовать треугольник. Это всего лишь символ. Хорошо. Теперь предположим, что у нас есть случайная величина x, которая целочисленная случайная величина, которая понимает значение 0, 1, 2 до бесконечности. Вероятности, да, вектор вероятности распределения этой случайной величины тоже есть последовательность. Вероятность 0, p0, вероятность 1, p1, вероятность 2, p2 и так далее. Тогда для этой последовательности мы можем также задать производящую функцию. Которая-то задаст это следующее точно так же. pS равняется сумма от 0 до бесконечности pK умножить на s в степени k. Никакой разницы нет. Вектор распределения вероятности случайной величины x. Это есть та же самая последовательность. Только мы знаем, что сумма всех pK равняется единице. Но на задание самого производящей функции это не влияет. Хорошо. Теперь давайте посмотрим. Это определение производящей функции случайной величины x. Теперь хочу вам напомнить. Если это у нас есть, смотрите. Мат ожидания x, случайная величина x, это сумма, по всем значениям, которые x принимает, pK умножить на k. pK умножить на k. Если мы хотим найти мат ожидания от некой функции случайной величины x, например, мат ожидания от s в степени x, то нам надо взять, просуммировать все вероятности, k от 0 до бесконечности. Но теперь вместо k, когда мы считали мат ожидания x, нам надо взять s в степени k умножить на s в степени k. Теперь смотрите, что мы получили. Мы получили здесь то же самое выражение, что здесь. Поэтому иногда определяют, задают производящую функцию случайной величины x с помощью следующего выражения. Это есть не что иное, как мат ожидания от s в степени x. Еще одно обозначение. Не стоит пока предаваться особо размышлять о том, хотя мы увидим, что это обозначение тоже достаточно удобное, будем им пользоваться. Несколько свойств производящих функций. Другие свойства мы расскажем о них потом. Например, если мы возьмем и поставим вместо s единицу, p от единицы, то мы получим здесь сумму всех вероятностей. И мы знаем, что она равняется единице, в том случае, если вероятность бесконечности равняется 0. Если случайная величина x-собственная не может равняться бесконечности, то сумма по всем вероятностям равняется единице. И в таком случае p от единицы будет равняться единице. Производящая функция, если она существует, то она, в принципе, по сути, однозначно задает, определяет случайную величину. То есть есть теорема, которая показывает, что при определенных условиях случайную величину однозначно определяется с помощью своей производящей функции. Поэтому нам нужно, может быть, достаточно как производящей функции случайной величины, так и ее функции распределения. Сейчас я хочу озвучить, запишите 4 свойства производящих функций, полезных свойств производящих функций, которыми мы будем пользоваться. Когда, и зачем, и почему используются производящие функции. Первое свойство следующее. Производящие функции удобно использовать, когда мы будем говорить о сумме случайных величин. Зачем мы увидим, что можно говорить о сумме двух случайных величин, трех случайных величин, любого конечного заданного наперед числа случайных величин. И, что более интересно, также мы будем использовать производящие функции, когда мы будем говорить о сумме случайного количества слагаемых в случайных величинах. Это одно из важных использований производящих функций. Второе, когда используют случайные функции для вычисления моментов. О моментах мы с вами поговорим. Производящие функции используют для вычисления моментов. Вычисление моментов. Например, что такое момент? Например, мат ожидания x в степени k. Центральный момент мат ожидания x в степени k. x минус мат ожидания x в степени k. Для вычисления моментов иногда используются производящие функции. Третий случай, когда используются производящие функции для определения предельных распределений. Предположим, у нас есть некоторая случайная величина, и мы хотим посмотреть, как она будет вести себя в пределе. Например, когда количество слагаемых стремится к бесконечности, или когда время стремится к бесконечности, и так далее. В ряде случаев для нахождения предельных распределений используется аппарат, производящий функции. Это тоже очень важно. И четвертый случай, когда мы будем использовать производящие функции, это для решения рекурсивных уравнений или дифференциальных уравнений, которые появляются из тех или иных уравнений рекурсии. На самом деле, производящие функции – это очень-очень мощный аппарат. Познакомиться с ним вы можете как в рамках курсов «Дискретная математика» или, например, еще очень хороший курс, который называется «Аналитическая комбинаторика». Там аналитическими способами исследуются производящие функции, вычеты, используя теорию функций комплексных переменных, получают очень-очень замечательные результаты. Ну, давайте приведем несколько примеров использования производящих функций. Сделаем это после перемены.